Наркополицейские, волонтеры и представители городской администрации вышли на улицы ночного города, чтобы навести порядок. Первый в этом году антинаркотический рейд решили провести в советском районе Самары, который входит в тройку самых неблагополучных в городе. О местах, где можно встретить людей, употребляющих алкоголь или наркотики, сообщили жители района по телефоном горячей линии. Ситуация с наркоманией в области по-прежнему остается сложной. На учете стоят порядка 16 тысяч человек с диагнозом наркомания. На первом месте среди неблагополучных городов Чапаевск. Там насчитывается почти две тысячи наркозависимых. Самара на пятом месте. В областной столице почти тысячи наркоманов. Выросло число смертельных случаев от передозировки наркотиками. Если в 2013 году по этой причине умерло почти 500 человек, то в 2014 уже 600. Представители управления наркоконтроля говорят, проблема наркомании затронула каждый район в Самаре. Многие молодые люди по-прежнему не могут или не хотят понять все опасности, которые несут себе запрещенные вещества. Нужно доносить до людей такую информацию. Все начинается у нас с родителей, как родители доносят детям свою информацию. У некоторых спрашиваешь родителей, что такое, они даже не знают. Поэтому наша цель приходится доносить, какой вред наносят то ли спиртные напитки, то ли какие-то запрещенные вещества в употреблении. Рейд проходит в рамках муниципальной программы противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактика наркомании. Эта работа в городе ведется уже несколько лет. В прошлом году в областной столице было проведено четыре масштабных рейда. Мы провели порядка где-то 50 профилактических бесед и где-то составлено 11 протоколов. К борьбе с пагубными привычками молодежи подключились и самарские студенты. Волонтеры не только проводят профилактическую работу, но и активно борются с рекламой наркотических средств на фасадах домов и заборах. Объявили войну рекламе наркотиков и в сети интернет. Студенческий совет Самарской области организовал проект «Киберрейд». Усилиями ребят удалось закрыть более сотни сайтов, через которые распространяли наркотические вещества. Мы выявляем наркотические сайты в сети интернет. Мы работаем тогда через уже Роскомнадзор. У меня есть группа ребят, которые выявляют каждый месяц сайты не только по Самаре и Самарской области, но и по другим городам и заполняют определенные заявки, которые нужны в Роскомнадзор. Если эти сайты по Самаре и Самарской области, то также мы данные передаем в прокуратуру, если вдруг эти сайты по каким-либо причинам не закрыты Роскомнадзором. Там буквально, потому что срок закрытия есть, по-моему, 7 суток. Если они не закрыты в это время, то мы передаем эти данные в прокуратуру, чтобы уже через прокуратуру они закрывались. Самарская молодежь готова помогать наводить порядок на улицах города и в рядах добровольных дружин. В этом году в Самарской области в ряды добровольных хранителей порядка вступило уже больше трех с половиной тысяч человек. За порядком в каждом микрорайоне теперь будут следить и ТОСы. Они вслед за студентами, охранниками и таксистами присоединяются к работе добровольных народных дружин. Обещают призывать горожан не только жаловаться, но и самим решать проблемы. Контролировать улицы с четверга по воскресенье с четырех дня до 11 ночи выходит больше двухсот патрулей. Общими усилиями общественникам, волонтерам, полицейским и городской администрации удается менять ситуацию к лучшему. По данным полиции, с начала года на 50 процентов снизилось число разбоев и на 25 процентов краж. Вот и на этот раз участники антинаркотического рейда нарушителей общественного порядка не встретили. В парках мирно прогуливаются местные жители, пьют лимонад и едят мороженое. В советском районе Самары все спокойно. В течение года в областной столице запланировано провести пять таких рейдов. Полиции